МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если масло, то только шедевр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алишер Халимов. Алишер, добро пожаловать. Здравствуйте. Добрый день, Мур. Как настроение? Хорошо, как у вас? У вас есть дети? Да, есть. Сколько? Один. Один. Ну, тогда я поздравляю вас с этим праздником. Алишер Халимов. Любовь к поварскому искусству появилась у него еще в детстве. Уверен, что готовить для кого-то гораздо приятнее, чем для себя. На кухне Алишер весьма сосредоточен и полностью погружен в дело. Ведь в кулинарии, по мнению нашего героя, важна каждая деталь. Любит экспериментировать с сочетанием ингредиентов, предпочитает кухню Юго-Восточной Азии. Я вообще считаю, что День защиты детей неправильно делать один раз в год. Его нужно делать каждый день 365 раз в году. Потому что дети действительно это наше будущее. Это для тех, для кого мы стримим. И всегда для них, между прочим, готовить очень трудно. Потому что они же капризные. Вот это не хочу, это не нравится. Обратите, очень трудно. Правда же? А вот как дома? Чем вы удивляете своего ребенка? Ну, своему сыну периодически он просит у меня разные вещи. То есть бывает иногда просит коктейли, лимонады, какие им салатики, чай им мясо. А самое любимое блюдо у него какое? Самое любимое блюдо так же, как и у меня, оливье. Оливье, надо же, да? Обычно наши гости это взрослые люди, но сегодня у нас в гостях будет юный гость, мой друг. Ему всего 6 лет, зовут его Иса, но он уже будущий артист цирка, очень талантливый. Иса, пойдем к нам. Знакомься, это Алишер. Алишер. Привет, давай пять. С праздником тебя. Отлично. Где тебе удобно стоять? Здесь или там? Здесь. Здесь. Давай тогда отодвинуть чуть-чуть нож, на всякий случай подальше. Иса, что ты любишь готовить дома обычно? Только правду говори нам сейчас, не надо обманывать. Ты вообще ничего не готовишь, я же знаю дома. Да. Ну да. А что тогда так долго думаешь? Я люблю стейк. Стейк? Кушать? Да. Нет, а я говорю, проготовить. Ну хоть картошку ты умеешь чистить? Да нет, не умеешь, наверное. Да, умею. Правда? Да. Давай пять. Сегодня ты будешь не чистить картошку, но помогать нам готовить, что именно Алишер? Росби в японском стиле. Пойдем. В японском стиле? Ты же любишь, кстати, японскую кухню. Что это у нас? Для этого приготовления этого блюда нам нужны будут грибы и ноки. Вот ты знал, такие грибы есть? Нет. Похожи на какие-то щупальцы, да? Осьминога, смотри. Я съем тебя. Не кушай меня. Так, хорошо. Затем приправы для гриля. А из чего она состоит? Тут смесь из 13 видов специй. Ну, через наш нос трудно дышать, но попробуем, может, получится. Вкусный аромат? Да. Так, дальше что надо? Затем чука-сарада, салат. Чука, кстати, чуку люблю очень я. Чуку обожаю я. И Олеся очень любит тоже. Так, это что у нас? Затем листы бамбука, помидоры банджо, лимон, устричий соус, вино белое и вырезка. Вырезка. Из говяжья. Из говяжья вырезка. Ну, хорошо. Ну, черри тогда... Кстати, черри нам могут заменить нос наш. Смотри, похоже. Ну, что нам, что будет нам помогать Иса? С чем он справится, Алишер? Я думаю, мужчины вообще считаются самыми лучшими маринадчиками мяса. Правда? Думаю, вот в этом он как раз-таки нам и поможет. Но я думаю, не справится. Ты не справишься! Давай, что нужно делать? Говорите. Так, для этого нужна будет нам тарелочка для маринада. Пойдем, тарелку принесем. Какую именно? Покажите нам. Так, наверное, глубокую, да? Да, можно глубокую. Отнеси, Алишер, только не разбей, ты вечно все разбиваешь. Затем нам нужно будет масло растительное. Масло растительное, конечно, есть у нас такое. Причем у нас оно очень... Давайте, наверное, перейдем на тот стул. Я Нельсон Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы запаха. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Итак, практически у нас все в сборе. И даже продукты нашего генерального партнера, компании Евразиан Фудс Корпорейшн, уютно расположились на полочках. Посмотрите внимательно. Три желания, шедевр, золотые горы. Готовясь с этими продуктами, одно удовольствие. Сейчас мы в этом с вами убедимся. Иса, ты умеешь наливать растительное масло? Не размыть его? Я буду? Да. Алишер, сколько? Скажите. Да так, буквально немного, граммов 50 хватит. Так, все, хорошая, хватает. Достаточно. И что? Не переверни. Иса, возьми, одень перчаточки для того, чтобы ареновать мясо. А, вау, как у взрослых прям все. Давайте, помогу, подожди. Вот так. А еще есть? Есть, конечно. Супер, 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 супер. Подожди, подожди, подожди. Не туда. Сейчас надуешь еще. Держи. Зачем ты надул? Надул, чтобы хотел тебе шарик сделать. Вот сюда вот. Вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, теперь мы можем проводить апельс. Давай, Иса, слушай, Алишера, что будем делать. Смотри, давай я посыплю тебе специями, а ты будешь обваливать. Хорошенько втирать специи в мясо. А, надо втирать. Давай, возьми. Как это? И втираем. Вот, возьми, смотри. Через плащатку не будешь. Вот так вот переворачивай, не боись. Как, как... Как с тесто, да, как с пластилином. Давай, как пластилин. Как вот ты с пластилином играешься. Только не забрызгай себя, пожалуйста, маслом. Хорошо. Окей, молодец. Давай чуть-чуть специями. Я же говорю, он справляет. Нет, я был уверен, что у него не получится. Он только на барабанах умеет играть. Жалко, нет здесь барабанов, да? А так мы показали класс. Все. Все, хватит. Так, тем временем, пока у нас мясо стоит, маринуется. Все, мы снимаем. Давай, следующий. Эй, она у меня чистая. Ну ладно, все равно мы уберем. Так, ставим какой-то. Так, возьмем грибы. Грибы, наверное, мы будем рвать. Давай, вытрем руки. Обрежем у них корневую часть. Так. Это, наверное, сделаю я или вы? Так, могу сделать это я. Тренився. Так. Нож в руках. Позьмем. Теперь для того, чтобы подготовить нам грибы, нам нужен будет сотейник. Так. Это у нас что такое? Скажите мне. Вот. Это по-другому в домашнем обиходе ковш. А, ковш. Ну, сказать ковшу. Алишер, мы же простые, мы же не шеф, мы не знаем, что такое. Как вы до этого сказали? Сотейник? Сотейник. Сотейник. Все, теперь знаем, что такое сотейник. А что это? Это вот ковшик, оказывается. Алишер решил нам продемонстрировать свое новое слово. И запомни, сотейник – это ковшик. Кстати, мы сейчас готовим, между прочим, блюдо для взрослых. А следующее будет для детей. То есть молочный коктейль? Ты уже знаешь, что ли? Да. Ты уже знаешь, что он готовит? Ну, все, уже 230 минут. Не, мама сказала. Там нужно будет растительное масло. Хорошо. Немного. Что еще растительное масло? Откуда вы убирали? Да, да. Отлично. Внимание. Ах, мой нос уже болит. Болит? Сейчас мы тебе его снимем. Все, хватит. Надоело тебе с носом ходить? Да. Ну, давай оставим, а? Ну, чуть-чуть. Хорошо. Ну, давай мы сделаем селфи, и тогда я тебе разрешу его снять. Договорились? Сделаем селфи? Давай сделаем селфи. Подожди. Да. Пока Алишер разогревает ковшик, иди сюда. На фоне нашего хэштега. Ты знаешь наш хэштег? Какой у нас хэштег? Читай его. Как написано? Где? Вот. Магия кухни. Ну, вот такой у нас хэштег, чтобы его было видно. Подожди сюда. Так. Улыбайся. И-и-и-и. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Ну, теперь давай я сниму тебе, чтобы он не мешал. Оп, аккуратно. Слезай, тут нечая. Все. А мне оставить или мне снять? Алишер, пока мы увлекались тем, что снять наш красный нос, к чему мы... О-о, аккуратно. Вау. Вау, магия. Гори, гори. Почему горит? Потому что вино вы начинаете выпариваться. Нет, мы вино добавили, я не знал об этом. Добавили белое вино. Так что дома захочешь делать фокус, не повторяй этого дома. Понял? Ну, огонь, смотри какой. Так, мы, значит, порезали пополам. Сейчас обжариваем... Обжариваем на растительном масле. И добавили вино. Да, добавляем вино уже, просто у кого калерному нужно. Убрать? Да, все можно убирать. Да-да-да. Все, отлично. Теперь нам нужно будет пока поставить сковородку в гриль, пускай накаливается. Ага, делаем. Я тем временем пока включу духовку. Ага, мы включаем, да? Да-да. Обязательно нужно, ага, сделаем, да? А как? Ну, что сказать? Нет, не сделаем, что ли? Мы уже эту сковородку использовали. Ну, мы используем, но еще раз, мы же ее помыли. Что, нельзя второй раз? Да. Ты дома что, сковородку использовал и выкинул ее, что ли? Да. Да? У нас нет сковородок. О-о, а как вы готовите тогда? Слушай, а расскажи, что тебе... Теперь мы суп просто готовим. Просто суп, бедные дети, только суп. Вот я маме скажу сегодня. Шутка! Я маме скажу, скажу, вот не кормите ей суп. Только суп. Это шутка. А что мама тебе готовит по утрам? Скажи, что ты кушаешь? Ага, я рано встаю. Ну, что ты кушаешь с утра? Она берет, вложит мне йогурт. И все? И поэтому ты худой? Друзья мои, не повторяйте ошибки, пожалуйста, мамы Исы. Вот просто йогурт и активы. Ну, как так можно? Ну, разве это возможно? Ну, посмотрите какой, покажи, худой какой. Ух, бедный Иса. Ладно, продолжаем. Я тебя заберу к себе в цирк и буду тебя кормить по утрам кашами, сэндвичи, бургеры, чипсы у меня будут, чипсы. Все, я тебя забираю. Мы разогреваем сейчас гриль-сковородку и вновь нафанавливаемся масло. Или нет? Да, немножечко, буквально. Немножко, капельку. Хорошо. Кап, кап, капельку, капельку, кап, 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 кап. Осторожней, Сан. Буквально немного, грамот 20. Все. Есть. Хватает. Так, теперь нам нужны будут щипцы для того, чтобы переворачивать мясо. Они там. Видите их? Сковородка. Да, все, я вижу. Сковородка. Ну-ка, подожди, 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 у тебя здесь брови. Знаешь, девчонки, что делать дома? Да. Брови в щипы вот так вот. Тьо, тьо, идем от тебя. Деда, ты жути? Нет, правда. Дома моя жена всегда этим делает себе. Больный жертво. Ужасно больный. Ну, вот. Так. Красота требует жертв. Конечно. Мы сейчас ждем, пока разогреется сковородка. Да? Да. Сейчас еще немножко понакалиться. Отлично. Ты помнишь, что мы готовим-то? Назови это блюдо. Подсматривать нельзя. Туда не смотри, нельзя читать. Так. Так. Какое блюдо мы готовим, говори мне. Какое блюдо? Иса. Нет. Говори, какое блюдо. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, ладно, я подскажу тебе. Вот первое, читай. Ты даже прочитать не можешь? Не хочу. Ой, не умеешь читать, так я и знал. Смотри, мы мясо там вожаем. Я не хочу. В ростбиф мы готовим. В японском. В ростбиф. В ростбиф. В ростбиф. Да, 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 да. Так, все, сейчас Алишер обидится и не будет нас кормить здесь, готовить. Ага. Не подходи близко, а то брызгает. Слушай, ну давай пока мы нарисуем. Где тут у нас? Что нарисуем? Что ты умеешь? Да ты не умеешь рисовать. Я умею. Это твоя сторона, а это моя. Да. Так, я нарисую машину. Лягушку, смотри. А я машину. Ну это у тебя очки какие-то, по-моему. Какая-то черепаха. Что это у нее? Глаза. Три глаза у черепахи? Рожки какие-то. А здесь огонь. Огонь. А у меня смотри какой лягушка. Так. Вот глаза ее. Вот рот. Похоже или нет? Нет. А где ее ноги? Ноги? Вот ноги, смотри. Вот руки. А вот еще одна. Я танк рисую. О-о. Я вот так взял. Не будешь рисовать танк. Я тебе не дам рисовать. Ну. Рисок. Так нечестно. Ну. Я не играю с тобой. Ладно. Он плачет теперь. Ладно, я троллейбус умею. Смотри. Смотри троллейбус. Ну. Смотри троллейбус. Видишь? Окна. Алишер, мы нужны вам там помощь? Да, да. Давайте я вам сейчас. Сейчас троллейбус зарисую. Вот троллейбус, который едет к нам на магию кухни. Сегодня у нас 1 июня день защиты детей. Если родители бы только к нам присоединились, то у нас... Вот кого я нарисовал, тебя. Меня нарисовал Иса. У нас сегодня гость необычный, юный, в честь того, что 1 июня день защиты детей. Берегите детей, потому что именно они... Вот. ...цветы нашей жизни. Вот. Супер. Что дальше? Так. Для того, чтобы в дальнейшем подготовить наш розбив к приготовлению, нужно будет его нарезать немного. Слушай внимательно, послушай, вот так вот вытри, вот так. Послушай внимательно, что говорит Алишер. Подожди, дай мне. Нарезать? Вот, нарезает. Видишь? Ты же видишь мясо? Нарезает это. Чтобы положить... ...на противень. А его куда? Противень потом положим. Эээ. Где? Где оно? Вот туда. Это что у нас? Затем добавляем устричный соус. Так. Не знаю. Для того, чтобы придать нежность мясу. Смотри, как аппетит. А как вот определять мясо? Я все время... Мне кажется, если оно красное, то оно свежее. Нет? Нет, не всегда. Не всегда, да? Вот такое вот... Подожди, давай, что Алишер скажешь нам? Просто дело в том, что мясо бывает ярко-красного цвета. Многие думают, что те, которые очень не так хорошо разбираются в мясе, начинают думать, что это очень свежее. На самом деле, как раз таки это мясо и не стоит есть. Потому что дело в том, что при забое скотины не выпустили всю кровь. И как раз таки вот. И не дает оно выйти крови, и мясо остается красным. Поэтому не всегда красное мясо это свежее. Мясо лучше проверять по волокнистости и, помимо этого, по самой консистенции и по запаху. Алишер, спасибо. Я вот буду тогда придерживаться вашей версии и выбирать мясо. Так, это в духовку. Так, ставим в духовку. На какой температуре у нас? О, аж... На температуру 230 градусов. 230 градусов. Мы ставим на сколько минут? Да, буквально минут 7 будет готово. Вот так быстро, быстро. Хорошо. Сбился ритм. Вот так все время он сбивается, и потом я выгляжу ужасно, и все смеются. На носу не ковыряйся, ты что делаешь? Поехали. Так, осторожно. Очень горячее. В сторонку. Любишь мясо? Нет. Нет. Долго жевать надо. Ну, долго жевать? 20 минут. А ты хочешь так, оп, и все и проглотил, да? Да. Как картошку, хоп. Вы уже сервируете? Да. Лиша, наверное, лучше сделать это здесь. Давайте. Да. Здесь нам будет удобнее и лучше видно нашим телезрителям. Осторожно. Давайте пока напомним, мы что сделали с вами? Значит, замариновали мясо. Замариновали мясо. Это делал Иса. Магия кухни. Подожди, Иса, не перебивай меня. Со специями. Со специями в масле. В масле. Затем помазали, покрыли сверху устречным соусом, для того, чтобы придало нежный вкус. Слегка обжарили. Слегка обжарили и положили в духовку. На 230. На 230 градусов. Все. Так, начинаем. Выкладываем лист бамбука. В принципе, под присмотром родителей ребенок может сделать такое бамбука, да? Если вот сейчас нас смотрит ребенок, который увлекается приготовлением, то сегодня вечером вы можете сделать своим родителям вот приятное такое в свой день. Приготовите такой замечательный розбиф. Но под присмотром взрослых, потому что у тебя огонь, духовка, это все очень горячо. Это у нас... Я все равно не запомню. Но ты-то понятно, ты же у нас лентяй, ленивый. Осторожно, сяди в сторону. Я всегда прошу, дай еду. А, мы же еще грибы обжарили, я правильно забыл сказать. Грибочки слегка обжарили, затем добавили вино, выпарили его. Это все? И выжали сок лимона. Нет, самое главное сейчас. На листья бамбука что мы положим? Сам розбиф. А что это? Мы же обжаривали что? Мясо. Мясо. Что необходимо? Магиаку. Мясо. Ага. Ну давайте тогда мы с лимонкой. Давайте. Так, не лимонкой давайте. Вот. Ломанычка. Фрукток. Росбиф. Вот он, росбиф. Японском. Коанском. Коанском. Японском. Японском. Японииииии. Уааа. Осталось, смотри. Даже в камеру снимай. Настыр, не балуйся. Всё. Супер. Первое блюдо у нас готово. Росбив в японском стиле. Мясо замариновать в растительном масле и специях. У грибов отрезать корневую часть и подрумянить на сковороде с добавлением лимонного сока. Вырезку обжарить на гриле с обеих сторон, порезать на ломтики, смазать устричным соусом и отправить в духовку на 10 минут. На блюдо выложить грибы, водорослячука и помидоры черри, а на бамбуковые листья готовый ростбив. Самое время сделать с ним фотографию на память. Да, вот так. Всё убрать. Да. Так, и самое время попробовать, но перед этим мы, как договорились, сделаем фотографию с тобой. Подожди. Да. С блюдом вместе и с алишером. Да. Так, держи. Отлично. Есть. Внимание. Ты что будешь, помидорки или мясо? Я? Всё сразу. Всё сразу ты хочешь? Ну давай, маленький кусочек мяса тебе. Ну а следующий блюдо, знаешь какое мы будем готовить? Да. Что скажешь? нашим телезрителям? Коктейль. Коктейль какой? Молочный. И? Фруктовый. Фруктовый. Друзья, мы не переключайтесь, мы потому что продолжаем готовить самое вкусное блюдо в мире для детей. Это фруктовый коктейль. Завтрак – это начало твоего дня. Будет ли он насыщенным? Полным ярких красок? Пройдут ли гладко все намеченные дела? Или тебя закрутит в будничных заботах? За завтраком все это не важно. Масло, золотые горы, вкус и польза. Вот что важно. Друзья мои, если вы по-прежнему видите нас, значит вы не переключились с канала Хабар. И правильно делаете, это магия кухни, мы продолжаем и сейчас готовим необычное блюдо, очень сложное, друзья мои, по-моему, его просто невозможно приготовить. Но Иса сегодня с этим справится. Что мы готовим? Молочный коктейль. Это же очень сложно. Как ты готовишь обычное блюдо? Для меня легко. Ну расскажи, если так легко. Брать миксер, брать фрукты, положить в миксер, потом заливать молоком, положить мороженое и перемешивать это все. Алишер, мы ничего не упустили? Нет. Точно? Ну тогда приступим, наверное, потому что у нас уже мороженое тает. Оно не должно таять. Алишер, что мы делаем? Расскажите. Так, для начала давайте возьмем стакан пока. Так. Начнем подготавливать его к работе. Так, аккуратно. Пожалуйста, только. Какое будем делать? Банановый клубничный? Да. Да, бананы. А ты любишь шоколадный? Ну что, надо сначала очистить его, Иса. Вот мама тебя чему учит. Слушай, ну ты же, расскажи нашим телезрителям, ты же поклонник Джексона, помимо того, что играешь. Да. Ну, по-моему, я всегда думаю, что я самый большой фанат Джексона в Казахстане. Оказывается, нет, ты еще есть. У тебя сколько костюмов сейчас? Три. Костюма Джексона, ты до этого другой не говорил цифру. Я перепутал. А, говорил двадцать. Четыре. А, говорил двадцать. Я так думал, что ты меня обманываешь. Четыре костюма. Тем временем мы нарезаем банан и делаем лунную походку от Джекса. Поехали. И финал. Нет, да. А теперь... Нажа сейчас в камере показывает. В камере. Прости. Прости. Так, подожди, аккуратно. Ножа отойди подальше. Больше нам нож не понадобится? Нет, сейчас еще не нужно. А, еще, подожди тогда. А ты знаешь, зачем апельсин? Знаю, мы будем туда ложить. Нет, ну как апельсины с молоком? Это же все свернется. Это для того, чтобы я показал тебе мастер-класс, как правильно надо джонглировать. Хочешь? Да. Посмотри внимательно. Ты готов? Да. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. А теперь одно. Высоко. Держи. Держи твою очередь. Это ты. Не умею. Научишься. А как? Вот так. А, вот так еще можно. Смотри, сделай. Подожди, стой, я придумал. Смотри. Это смайлик? Да. Это глаза? Да. А это смайлик? Да. Похоже? Да. Точно? Точно. Все, дальше идем. Дальше продолжаем готовить. Карамель. Так, добавим тростникового сахара. Карамель, все. Карамель, не балуемся. Есть. Так. Замечательно. Что придает коктейлю карамельный такой вкус? Угу. Есть. Хочу напоминать. Банан нарезали клубнику. Тростниковый сахар. Так, теперь добавим мороженое. Айс-крем. Айс, я скушать хочу. Нет, мороженое не будем сейчас кушать. А я хочу кушать. Для коктейля оно. Особенно мама говорит нельзя. Мама говорит. Правильно говорит мама твоя. У тебя же сестренка еще есть. Сара. Да. Да. Самая послушная, да? Нет. Ну правда не да. Самая капризная. Капризная, точно. Вот скажи, что я сказал. Вот это хочу, вот это хочу, вот это. Приходит в магазин, значит, Иса и Сара. Иса спокойно гуляет по магазинам, а Сара что делает? Вот это хочу. Вот это. И это. Вот это, ну, лялька, я вам вот это хочу. Как, Сара, если ты нас смотришь, какую ляльку тебе? Ты уже взрослая уже. Да? Так, молоко добавляем. Так, молоко добавим. Сата, любишь шоколадные коктейли? Да. Шоколадные клубничные. Ты любишь клубничные или шоколадные? Шоколадные клубничные. Ну, вообще, это нормально будет, да? Да, в сочетании. Окей, давайте. За счет того, что и так уже добавили тростникового сахара. Ножа, подальше. Отойди, иди, еще очень. Так, а мы на терке, да? Может, и Сара попробуй? Смож на терке? Хочешь? Попробуй. Вот. Давай, я подержу тебя, ты натрешь. Может, давай, тарелочку поставим? А, давай, так, настарелочку на три, а потом... Давай, бери. Вот так. Ну... Только руки, я тебя прошу, не порай на руки. Ладно. Да. Пальцы. Все? Да. Молодец. Много так. Начинаем смотреть, целая горка шоколада. Очень много, по-моему. Не кажется тебе? Нет. Нет. У меня шоколад не попал. Ничего, ничего. Целый кусок шоколада. Достаточно? Да, я думаю, достаточно будет. Ну, а теперь самое сложное мы доверим, конечно же, тебе, Иса. Отойди в сторону пока. Ты умеешь включать, Никсер? Нет. Давай. Самое главное, держать крышку, потому что, знаешь, что дети делают? Включает это все. Ну, мы этого не хотим. Давай. Давай, включай. Держим. Ключи. Нет, ты включай. Вот эту? Нет. В эту сторону включи. Давай. В какую сторону? В какую-то, подожди, аккуратно. Направо. Вправо, вправо. Крест, смотри, какой красивый крест. Еще разом. Как будто на мотоцикле. Выключай. Все? Все, выключай. Выключаем, все. Отходи. Отходи в сторону. И самое время... Наливать! Фруктовый коктейль. Фрукты нарезать кусочками, шоколад натереть на терке и загрузить ингредиенты в блендер. Добавить мороженое и молоко, взбить массу до пузырьков и разлить коктейль по бокалам. Пойдемте туда. Держись, запрос не уроний. Еще, еще, еще. Ес! 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 Так, шеф, просим. Шеф. Вау, смотри, какие пузырьки. Вау, супер-трупер. Так, отлично. Собер, вот. Отлично. Переверни. Итак, дорогие друзья, в честь 1 июня, Дня защиты детей, Алишер, давайте за всех детей, чтобы они всегда были крепкие, здоровые, такие же веселые, как наш сегодняшний гость Иса. Давай, Иса. Давай. Салюты. Салюты. Отлично. Та-ра-дам! Только аккуратно. Ну, как обычно. Как обычно, на себя. Все, 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 холодно. Пока ты вытираешь майку, точнее, это делаю я тебе, я хотел напомнить нашим уважаемым телезрителям, что сегодня мы просто так гостей, конечно же, не отпустим. Самый волнительный и торжественный момент наступает прямо сейчас. Потрудились мы сегодня на славу, поэтому тебя и вас, Алишер, мы не отпустим просто так. Ты готов? Да. Иса? Смотри, какая корзина. Это тебе. Ты рад? Ты рад? Да. От вашего генерального партнера, друзья мои. И, конечно же, мама Алишер, осторожно. Вау! Супер, супер, супер. Спасибо большое. От компании «Евразин Фудс Корпорэйшн» с брендами «Три желания». Шедевр «Золотые горы». Готовьте, Алишер, с удовольствием. Ну, а ты кому это подаришь корзину? Маме. Конечно же, маме. Что ты пожелаешь всем детям, которые сейчас на тебя смотрят? Я желаю, чтобы их мама готовила очень вкусное блюдо. Отлично. Алишер, а вы? Чтобы дети всегда нам приносили радости очень много. Побольше смеха, радости. И чтобы поменьше грустили. И самое главное, чтобы слышали родители. Это совершенно верно. Друзья мои, ну а вы, дорогие телезрители, воплощайте самые смелые кулинарные задумки. Ну, а мы отправляемся за новыми гастрономическими идеями. Меня зовут Мурат Матурганов. До новых встреч и сапма-машин. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин